Детская филармония Безусловно, мне очень приятно и от лица попечительского совета высказать признательность всем людям, которые внесли свой вклад, благодарителям, которые отметили ребят, оценили их творчество, ну и поддержали в виде стипендии Марка Израильевича Павермана. Большое вам спасибо за это благое дело. Этот сезон войдет в историю как самый необычный. Но несмотря на все сложности, ребята, занимающиеся в улыбке, джаз-хоре, капелле мальчиков, оркестре народных инструментов, театре мюзикла, продолжали работать, репетировать, создавали личные и коллективные творческие проекты, побеждали в конкурсах. Сегодня 22 юных артиста получили заслуженную награду. Я очень рада, я очень горда, что я нахожусь именно в Павермановском зале, что я очень сильно ждала именно этот день, то, что мне вручат стипендию. И я очень благодарна, что выбрали меня именно стипендиантом на шестую стипендию имени Марка Павермана. Сейчас я испытываю волнение, в первую очередь, потому что для меня это все впервые. И я надеюсь, что все пройдет отлично, я получу все, что хотел, и достойно представлю свой коллектив. Я очень рада, просто невероятные эмоции, это не передать словами, поэтому я просто очень рада. Я испытываю радость, счастье, в какой-то мере тревогу. Почему? Не знаю, необычная. Сегодня я очень рад, что я удостоился такой чести стоять вот здесь, чтобы мне вручили стипендию. Я очень рад, но мне главное не стипендия, не деньги, не награда. Мне главное просто нахождение здесь. Я на самом деле очень счастлива, и мне безумно приятно, потому что, когда есть такая награда за твой труд, это всегда очень приятно. И все равно есть к чему стремиться всегда. Вручают премии члены Попечительского совета Владимир Власов и председатель Союза композиторов Урала Александр Пантыкин. Каждый раз к ним присоединяются известные люди Урала. Юристы, спортсмены, деятели культуры, общественные деятели. В этом году такими людьми станут врачи, главные герои нашего времени. Для ребенка очень важно и ценно, из чьих рук он получает премию, кто благословляет его на дальнейшее творчество. Это традиция нашей детской филармонии. И это очень важно, чтобы дети понимали, что в них вкладываются. Я имею в виду, конечно, не деньги. Это усилия взрослых для того, чтобы вырасти следующее поколение. И это очень важно, чтобы дети чувствовали на себе внимание и чувствовали, что они нужны, что они важны, что они будущее нашей культурной. Поэтому такие мероприятия, я считаю, важны прежде всего для детей. Во-вторых, они очень важны для родителей. Потому что родители, понимая, что такое внимание оказывается их ребенку, они по-другому начинают смотреть, по-другому водят. Это же водить надо ребенка, это же работа своеобразная. И поэтому родители тоже начинают верить. Ну и в-третьих, это, конечно, результаты. Благодаря этому мы получаем высокие результаты. И это очень важно. А нам результаты нужны в хорошем смысле этого слова. Потому что, когда у человека получается стимул, когда этот стимул поддерживается, это обязательно вырастает в какую-нибудь очень хорошую вещь. И от традиции, от которой не только нельзя, но и не хочется отказываться. Поэтому, хоть и в несколько сокращенном варианте, но наша любимая, самая лучшая государственная детская филармония провела очередной, это уже шестой раз, вручение талантливым артистам филармонии премии Марка Израильевича Павермана. Отказываться нельзя, еще раз потому, что даже, наверное, вы почувствовали атмосферу, которая в зале, несмотря на то, что мы все в масках, я в масках, это событие, как глоток свежего, хорошего воздуха. Ну и мне кажется, это очень важно для ребят, поскольку их труд, их талант оценен, оценен публично. Для кого-то это может стать очередным шагом, толчком, импульсом для того, чтобы они соотнесли свой выбор профессии с тем делом, с тем творчеством, которым они занимаются. Когда начались вот эти вот события нынешнего года, я думала, что уж то-что, да, концерты, и тем более такая история, как вручение степеней, будет либо в онлайн, либо вообще загнется, потому что это дело такое добровольное. Но я удивилась тому, сколько людей собралось в зале, сколько неравнодушных, какие эмоции, как они сохранились, законсервировались буквально с июня до декабря. И вот эта вот волна, она сегодня нас снова накрыла, как и накрывает на каждой церемонии вручения. Теперь я думаю, что это дело уже точно будет жить и каждый год происходить здесь, в стенах детской филармонии. Когда сегодняшние стипендиаты немного подрастут, они обязательно помогут кому-то другому встать на ноги. Это проверено несколькими поколениями выпускников детской филармонии. И не так уж важно, свяжут они свою жизнь с музыкой или нет. Главное, что музыка навсегда останется в них. Конечно же, в первую очередь я бы хотела поблагодарить родителей и Ольгу Сергеевну, потому что это именно те люди, которые, во-первых, родителями я сюда привели. Это первый шаг. А проявили все умения справляться с трудностями, достигать своих целей. Это же, мне кажется, работа Ольги Сергеевны. В первую очередь я хочу поблагодарить мою маму, которая способствовала этому всему. В первую очередь, прихода в филармонию. Ну и, конечно, самих руководителей. Вячеслава Рафаиловича Камеметьева и Фридриха Павловича, который сейчас у нас дирижирует хором. Конечно, родителям, педагогам. Всем тем, кто поспособствовал моему приходу сюда. Наверное, не только детям. Любому человеку всегда важно получить признание. А когда есть какая-то проблема, когда есть какая-то сложность, доброе слово, оно всем приятно. И сегодня важность не в сумме, которую получат дети, не в те деньги, которые они получат, а в том, что сегодня это происходит традиционно, это не отменили. Значит, все у нас хорошо, жизнь продолжается. Значит, у детской филармонии впереди добрые, светлые пути и самые талантливые дети. Надежда Вершинина, Стас Васильев, СГДФ24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова